Ну и сейчас к выборам на Украине. Сегодня второй тур Пётр Порошенко, Владимир Зеленский. Все они уже проголосовали. За предвыборным процессом мы наблюдали как за шоу. Перед первым туром за, если можно так выразиться, развлекательную часть отвечал только Владимир Зеленский. А вот ко второму туру потянулся и Пётр Порошенко. Он нанял израильского политтехнолога. О том, что происходило за последний месяц, расскажет моя коллега Евгения Зобнина. Жень, привет. Передаю тебе слово. Здравствуй, Даш. Почти месяц прошел между первым и вторым туром выборов. Мы увидели примеры новых политтехнологий, фейков и заочных дебатов, которые наконец-то этого ждали все, стали очными. Но давайте вернемся к самому началу. Помните этот ролик? Эффектно. После победы над Порошенко аж два раза больше голосов. Зеленский позвал действующего президента на дебаты. С условиями. Стадион, прямая трансляция, а прежде сдать анализы. Думайте, закончил Зеленский. Стадион так стадион, ответил Порошенко. Действующий президент решил поменять тактику перед вторым туром и поиграть по правилам Зеленского. Но пожестче. Говорят, Порошенко для этого выписал из Израиля политтехнолога Маше Клугавта. Он известен тем, что на втором туре выборов президента в Грузии обеспечил победу Соломе Зорубишвили. Она в первом туре, кстати, проиграла. Вот и Порошенко решил повторить успех. Президент начал распускать слухи о наркомании Зеленского. Там еще на руку сыграло, что соперник сдавал анализы в частной клинике. В ход пошли шутки на грани. Был милый предвыборный ролик Зеленского «Пора объединяться». Кандидат в кадры возглавил шествие украинцев. А потом в сеть выложили измененную версию. Ролик вдвойне неоднозначно, еще и потому, что на Украине у него есть отсылка. В 1999 году кандидат в президенты Украины Вячеслав Чехновол погиб в аварии с КАМАЗом. Ссылка на видео была опубликована в телеграм-канале, связанном с Порошенко. Полиция начала проверку, а кандидату Зеленскому усилили охрану. Но на этом действующий президент не остановился. В украинских городах появились вот такие билборды. Порошенко смотрит «нет, не на Зеленского, а на Путина». Подпись «выбирай». Президента России в курсе не было. Вот что ответил штаб Порошенко о смысле этого жеста. У Путина, разумеется, согласия не спрашивали. И это естественно. Удивляет другое количество украинских экспертов и политиков, которые выступили в защиту нарушенных прав Путина. Путин вне закона. Плакаты действительно нарушали только не права Путина, а законы о рекламе и о выборах. Их быстро сняли, а потом появились вот такие билборды. Затылок Порошенко с отописью «Конец». Эти плакаты тоже нарушители, на них не было исходных данных. Полиция их также сняла и все еще ищет заказчиков. Штаб Порошенко в этой акции винит Игоря Коломойского, известного украинского олигарха и владельца канала «Один плюс один». На нем выходят программы 95-го квартала, студии Зеленского. С Порошенко у Коломойского отношения не сложились после того, как президент и национальный банк забрали у него «Приватбанк» за вывод средств и невыполнение обязательств под декапитализацией. К слову, окружной суд Киева на этой неделе вдруг встал на сторону Коломойского и признал национализацию незаконной. Год назад этот же суд вынес прямо противоположные решения. Порошенко не замедлил высказаться. Им, то есть олигархам, уже не терпится. Штаб Зеленского в ответ на атаки Порошенко создал библиотеку произведений черного пиара имени Петра Алексеевича с самыми яркими фейками и коллажами. Тем временем возникла неразбериха с дебатами. Порошенко ходил по телеканалам, а Зеленский в основном молчал. Президент просил о дебатах 14 апреля, а его соперник говорил «нет, 19-го». Вот так они общались в студии канала «Один плюс один». Вместо встречи с Порошенко Зеленский поехал в Елисейский дворец к главе Франции. Президент Украины тоже там был, правда, на несколько часов позже. При этом Порошенко успел 14-го приехать на стадион, а Зеленский так и не явился. Впрочем, он и не обещал. А вот как Порошенко дебатировал сам собой. Я лишь хочу нагадать слова Путіна, что для него будь-який президент Украины, крім Порошенко, это его мечта. Не дай Боже, он будет выбранный. Но это будет выбор украинского народа, я его буду шанувати, будь-який выбор. Ты казала у неділю, підем разом на дебати. Я пришел, тебе нема. Підманула, підвела. Перед дебатами в пятницу все уже не верили, что они состоятся. Но оба кандидата приехали. Порошенко пошел на сцену Зеленского, хотя у его трибуны толпа была побольше. Президенты окружили ветераны, и на реплике соперника они опускали пальцы вниз. Политическое шоу запомнилось всем. Так кандидаты встали на колени. Зеленский перед зрителями, Порошенко перед женой одного из погибших украинских солдат. Давайте послушаем самый яркий момент из дебатов. На сегодняшний день у нас только красивая обертка. Дорогая, яркая. И в этой обертке каждый может найти для себя, кто что хочет. Кто снижение тарифов, про которые говорил сегодня Владимир. Кто зарплата учителей по 4000 долларов. Кто увеличение пенсии. Кто может найти возвращение в Россию. Господин Порошенко, у меня вопрос. Попросили задать граждане Украины в интернете. Как так получилось? Практически самое бедное государство при самом богатом президенте за всю историю. Почему? Почему? Почему поджигатели магазина «Рошен» нашли за 4 часа поджигателей военных складов? И взрыватели машины «Шеремета» не могут найти несколько лет. Мне кажется, что лучше быть котом в мешке, чем волком в овечьей шкуре. Ну, а кто станет президентом Украины? Кот в мешке Зеленский или волк в овечьей шкуре Порошенко? Станет понятно уже совсем скоро. Даш? Да, спасибо. Евгения Зобина подвела итог предвыборной кампании на Украине. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!